всем привет это мария рэй спасибо что вы меня смотрите я очень рада вас видеть я не записывала выпуск на прошлой неделе честно говоря не очень об этом и жалею потому что не так уж много чего нового произошло с тех пор как я с вами говорила почему потому что российская армия особых продвижений на востоке украины за это время не произошло собственно говоря такая же тенденция наблюдается и на юго-востоке или юге если вы хотите также на северо-востоке где находится харьков ничего особого российские войска за это время не добились это очень интересная на самом деле тенденция потому что фактически вся российская армия перешла на эти направления не только границу естественно те войска которые находились внутри украины они собственно передвинулись на эти направления и то что это не помогло концентрация российских войск грубо говоря максимально там сейчас но никакого особого сдвига нет это конечно о многом говорит при этом если конечно вы следите за новостями вы знаете что украина получает все больше и больше оружия от западных партнеров и чем больше времени проходит тем больше на самом деле у них естественно этого оружия концентрируется и собственно говоря понятно что наступит какой в какой-то момент такая ситуация что собственно говоря весы чаша весов переменится если сейчас где-то действуют обе армии на равных на вот этих вот направлениях какой-то момент скорее всего в середине июня ну или в июне грубо говоря в целом украина начнет на самом деле наступать скорее всего просто потому что у них вооружение становится все больше и помимо этого те же самые сша и великобритания тренируют украинских солдат они им помогают и собственно говоря учат как использовать это вооружение и соответственно концентрация вот этих вот усилий на украинских на этих направлениях только будет усиливаться то же время у россии совсем другая ситуация ну во первых они естественно продолжают терять солдат офицеров генералов неважно всех вот этих вот военных все становится меньше и и очень интересная тенденция также происходит с частными военными компаниями официально они нигде не значатся информацию по количеству военных которые или точнее контрактников которые работают на эти частные компании очень сложно найти естественно она секретная потому что российская руководство не хочет признавать наличие этих компаний военных в украине и никак их не комментирует но тем не менее представители этих компаний там есть и сама наверное знаменитая в плохом смысле этого слова частная военная компания это вагнер вы наверное про нее слышали она прославилась своими впечатляющими успехами в точках в сирии и в ливии в центральной африке и собственно говоря в украине не с 2000 пардон 2014 года тоже действуют естественно действуют они не по международным нормам это достаточно такие серьезные профессиональные головорезы работающие по контракту так вот интересные данные по потерям вагнера а также других частных военных компаний поступили от белинкета порядка 4000 этих контрактников уже погибло в украине также я видела данные из другого источника там указывалось порядка 6000 этих военных или контрактников так вот не грубо говоря можно сказать так несколько тысяч контрактников которые работали на эти компании уже погибло в украине и это очень важно понимать потому что как я уже сказала это профессионалы своего дела у них хорошее финансирование у них есть опыт ведения такого рода компании в других странах или регионах и если в таком огромном количестве они гибнут в украине значит ситуация с обычными ребятами с обычными солдатами срочниками или даже просто контрактниками но не работающими на эти частные военные компании еще хуже то есть гибнут они в больших количествах ранят их больше и так далее и также нужно конечно же не забывать про десантников которые были потеряны фактически на 90 процентов первые пару недель войны то есть лучшие десантники российские фактически там где-то на 90 процентов фактически исчезли просто в эти первые несколько недель или первые допустим там 10-15 дней и собственно говоря и кем собственно их заменять также я не раз рассказывала про другие потери включая летчиков я не буду повторяться могу только сказать что они значительны и уже сейчас известно что порядка 200 самолетов военных российских потеряно в украине сбита грубо говоря и конечно большинство из этих летчиков большинства этих летчиков уже нет живых нужно также понимать что самолетов военных у россии было всего порядка 500 до начала этой кампании уже представьте буквально за два месяца ведения этой войны 200 самолетов нет стоит также учитывать естественно что очень много времени уходит на то чтобы построить новые самолеты нужны комплектующие которые во многом сейчас благодаря санкциям недоступны а помимо этого еще и тренинг подготовка новых летчиков занимает очень очень много времени поэтому самолетов очень мало используется сейчас и то же самое с ракетами порядка 70 процентов всех ракет которые были у россии до начала этой так называемой военной кампании уже практически полностью использованы и это конечно тоже очень впечатляет то есть порядка всего 30 процентов ракет остается у россии производится они крайне медленно и непонятно совершенно куда смотрит российская руководство к чему она ведет вообще россию такое ощущение что они сознательно саботирует сознательно уничтожают российскую армию российское военное вооружение и ради чего ради собственно говоря этих дурацких геополитических планов путина он конечно же в каком-то совершенно воздушном замке потому что удивительно что он до сих пор как мне кажется не понимает того что эта кампания проиграна ему как мне опять же кажется не все докладывается прям полностью потому что его подчиненные боятся разгневать этого главного товарища по понятным причинам потому что им же и достанется поэтому то же самое шойгу обещает что уже да нет он даже не обещает он просто говорит да мариуполь уже взят да все уже нормально а начальник главного штаба герасимов говорит да мы не только можем еще восток взять да мы и юг возьмем что дайте нам пожалуйста время побольше то есть обещают они вешают по сути лапшу на уши путину тянут время тоже обещают черте что и мне кажется они просто поставлен в такую ситуацию когда речь идет о их собственном выживании они боятся понятно потому что с одной стороны они не могут сказать путину правду потому что голова с плечи и собственно все на этом их карьеры и может быть даже жизнь будет закончена в то же время они тянут ситуацию дают обещание на что они надеются совершенно непонятно но они же знают какая ситуация на самом деле на фронте да они могут какое-то время обманывать путина но им же потом за это и прилетит то ли они может надеяться что он сдохнет извините меня за выражение за это время я не знаю в общем они сами конечно виноваты в том собственно говоря почему они оказались в таком положении в то же время мне их немножко жалко потому что и так плохо для них и всяк плохо в любом случае мы увидим следующие где-то полтора месяца очень много интересного связанного с вот этими двумя товарищами а также с реакцией путина в целом на то что происходит по конкретным вот этим вот направлениям в украине потому что конечно очень скоро мы увидим как все изменится там и соответственно изменится также настроение товарища путина на этой неделе также произошли другие важные события но во первых генсек он приехал в киев и не просто приехал на самом деле самое главное то что произошло на мой взгляд это удар ракетами очень близко того места где находился генсек сделано это было административно по сути специально скорее всего не было никакой ошибки здесь путин и его руководцы прекрасно знали где в это время находился генсек вообще нужно поздравить конечно путина с этими феноменальными успехами понятно что он давно не парится по поводу своей репутации или репутации страны но вот я помню когда мне было лет десять-пятнадцать я помню какие были идеалы в девяностые годы гельцин напомню это предыдущий президент до путина он хотел чтобы россия была европейской страной или страной типа сша то есть всеми силами мы стремились на запад и что произошло за эти 25-30 лет россия по сути оказалась на уровне северной кореи то есть хуже уже некуда все это два таких жутких международных террористов по сути которые все время грозят кому-то кулачками и грозят что используют ядерное оружие понятно что у северной кореи гораздо меньше потенциала ядерного да и вообще любого экономического военного в целом но россия собственно говоря очень похожи на младшего собрата потому как ведет себя руководство российское и что она себе позволяет не стоит забывать также такую совершенно какую-то идиотическую ситуацию потому что россия является членом совета безопасности он при этом российское руководство дает приказ чтобы бомбануть рядом с генсеком он это же это вообще что то есть настолько какая-то какая-то сюрреалистическая ситуация я очень надеюсь что руководство он какая бы слабо эта организация не была так вот я все-таки надеюсь что руководство этой организации примет одно единственное правильное решение которое состоится в том чтобы избавиться от россии раз и навсегда уже чтобы она не была в этом совете безопасности вообще конечно бы лучше бы на все время пока идет война от россии в оон избавиться потому что смысла в ее присутствии в этой организации нет ничего она сделать там хорошего даже нейтрального не может и конечно очень будет интересно посмотреть следующие несколько недель как поведет себя эта организация да она как я уже сказал не очень сильно и не с очень классной репутацией но все-таки может быть они наберутся смелости и сделают единственный правильный шаг также на этой неделе произошла дестабилизация ситуации в молдове а точнее в приднестровье напомню что этот регион находится на востоке страны он совсем небольшой там живет чуть меньше половины миллиона человек он не подконтролен молдове или молдавии точнее руководство этой страны по сути это пророссийский регион там порядка почти половина населения является гражданами российской федерации также есть там российские военные порядка полторы-две тысячи которые опять же могут использоваться россии для достижения каких-то своих целей ну и конечно же президент приднестровья тоже полностью пророссийский человек как только произошли вот эти вот взрывы он тот же обвинил украинские власти в подрыве ситуации понятно почему это все было сделано специально но опять же зачем российскому руководству еще открывать другое направление связываться с молдави это совершенно не ясно понятно что в начале войны когда я имею до войны на украине была надежда что если быстро украину они возьмут то тут же переместят внимание на другие страны и я помню что я называла конкретно вариант молдовы и грузии потому что эти страны обе маленькие достаточно слабые экономические военные в военном плане тоже у них в небольшое население завоевать их было бы достаточно просто ну и конечно же я думаю российское руководство эту идею рассматривала достаточно серьезно но ведь за эти месяцы очень многое изменилось и опять еще раз повторюсь непонятно зачем им это нужно сил на кампанию в молдове не хватит в любом случае но тем не менее можно предположить что такие провокации могут периодически продолжаться какое-то время но я надеюсь что все таки на ситуацию в стране в целом я имею ввиду молдавию это не сильно повлияет им это совсем не нужно страна и так экономически очень слабо и наоборот им нужно помогать всяческим образом а не портить жизни тех жителей которые живут в молдавии ну наконец последнее о чем мне бы хотелось поговорить с вами это о пасхе и вообще роли церкви в жизни россиян и российского руководства почему потому что на самом деле это очень важная тема я еще и и до сих пор не рассматривала но тем не менее мне кажется очень хороший повод потому что буквально меньше даже неделю назад была православная пасха она праздновалась в россии в православной части украины и других странах так вот конечно же в этот день атаки на украину продолжались ничего в этом плане не изменилось но тем не менее было пока показано очень много было фотографий путина со свечкой в церкви многие утверждают что это был deep fake никуда он не ездил на самом деле но вообще вот этот вот сюрреализм опять это слово я сегодня часто буду повторять мне кажется сюрреализм ситуации состоит в том что путин который видится очень многим сейчас мире как и щаде ада просто сатана по сути он находится в церкви или подобие церкви со свечкой стоит и также очень много фотографий очень несколько фотографий я видела и старые новые где путина грубо говоря фотограф запечатлел так что падает крест на его лицо его сейчас видите такую фотографию это с 2019 года фотографии но есть и более новые так вот это на встрече с кириллом просто так получилось что тень от креста который находится у кирилла на его одеяния падает путину прямо на лоб вообще конечно фотографии вот это вот меня несколько шокировал когда я увидела но в то же время те кто знаком с российской церковью вообще пожил в россии он прекрасно понимает как это все взаимодействует вместе конечно мне кажется для людей религиозных и тех которые прекрасно понимают что происходит в украине вот это вот несоответствие эти резкие контрасты контрасты между путиным и тем что он находится в церкви путиным и крестом путиным и богом они очень видны но тем не менее все таки мне хотелось бы осветить важный момент тут дело в том что конечно же путин выходить из кгб и как и другие государственные представить точнее представители государственной власти в советское время ни о каком боге ни о какой вере вообще речи не шло наоборот они были настоящими атеистами все эти ребята как только советский союз развалился постепенно наметилась тенденция мне кажется это даже пошла мода среди государственных деятелей это еще было при ельцине на самом деле так вот пошла мода веры в бога вдруг все начали активно может не все но большинство ходить в церковь стоять со свечкой это стало очень круто считаться чем-то классно вот и конечно при путине это только усилилась опять же объяснить это очень легко значение церкви для государства чисто утилитарное российское государство или российское руководство платит денежки церковным этим владыкам они за это как бы в обмен отдают свою лояльность по сути это просто друг еще один тип пропаганды государственной власти которые они используют то есть конечно это не сми но вот через церковь можно свои свои интересы таким образом лоббировать и потому что церковь по сути естественно она полностью подконтрольна государству в россии и может продвигать государственные интересы через свои каналы и собственно вот это и происходит последние 20 где-то лет и поэтому совершенно неудивительно видеть путина общающимся с кириллом или даже если он церкви не был то все равно как будто бы стоящим в церкви со свечкой это все очень симптоматично я очень благодарна что вы смотрели меня мы увидимся на следующей неделе спасибо пока